Весной пробуждаются от зимней спячки змеи и покидают свои укрытия. Посмотрите, как изящны движения змеи. Кожа ее, как и у всех присмыкающихся, покрыта роговыми щитками. Ими опирается она о неровности почвы, и волнообразно изгибая тело, легко скользит среди камней и растений. Как считают ученые, змеи происходят от древних ящериц, но в процессе эволюции потеряли свои конечности. Веки у змей, как и у этой кобры, срослись и прозрачны. Этим объясняется их немигающий взгляд, в котором чудится нечто загадочное. Может быть поэтому змеи всегда были окружены ореолом таинственности. Сейчас на земле их около двух тысяч видов. Гремучая змея очень ядовита. Укус ее смертельно опасен. Питаются змеи мелкими грызунами, которых находят при помощи зрения и специальных термолокаторов, расположенных в передней части головы, у ноздрей. Они чутко улавливают теплокровных животных. Сейчас змея приняла позу угрозы, готовясь напасть на свою жертву. Сначала она делает резкий бросок и только потом кусает. Как же это происходит? Когда рот закрыт, ядовитые зубы сложены. Но вот змея открывает рот, и зубы выдвигаются наружу. Позади глаза у нее есть измененная слюнная железа, вырабатывающая яд. По каналу в ядовитых зубах он истекает в тело жертвы. Однако змеиный яд может не только убивать, но и лечить. Еще в древности его применяли в медицине. И сегодня ядовитых змей находят и отлавливают. Работа змеи-лова слишком опасна и требует ловкости и внимания. Ведь одно неосторожное движение может стать для него смертельным. Отловленных змей доставляют в серпентарий, где созданы все необходимые условия для их жизни. Тепло, свет, влажность. Вот так берут от змеи драгоценные капельки яда. Затем яд высушивают и отправляют на фармацевтическую фабрику, где из него приготовят ценные лекарства. Однако ядовитых змей немного. Большинство из них не ядовиты, такие как удавы, кужи, полозы. Они опасны лишь для своих жертв. Но очень часто змеи сами становятся добычей более крупных хищников. Когда враг рядом, не спасает даже их покровительственная окраска. Многие виды змей стали редкими. Они нуждаются в нашей защите. Помните, что ни одна змея не нападет на человека, если только он сам не причинит ей вреда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова